Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся с Яковом Файном из Нью-Йорка. И поскольку этот сюжет пойдет на двух каналах, то тогда мы взаимно представимся. Ну, давайте с Якова начнем. Добрый день! Добрый день! Меня зовут Яков Файн. Я живу в Нью-Йорке, конкретно в самом центре того, что сейчас называется Эпицентр. 15 минутах ходьбы от Times Square, если быть более точным. Вот. Я работаю программистом очень много лет. Ну, я уже и компанию основывал, и книжки писал, и подкасты ввел. Сейчас записываю видео на Ютьюбе. Сейчас каждый день записываю, комментирую ситуацию с коронавирусом. В основном, конечно же. Ну, и я слышал о Михаиле Портнове тоже и о его канале. Так что буду рад пообщаться первый раз. Мы никогда до сих пор не разговаривали. Не разговаривали, да. Теперь ваша очередь. Моя очередь, я, ну, уже почти 30 лет практически мы живем в США. Я жил в Москве, закончил институт связи, там матфак университета в Твери, там в аспирантуре учился по педагогике. Ну, в общем, такой витиеватый путь. А в Соединенных Штатах, вот уже 25 с небольшим лет назад, я, так сложилась судьба, просто я начал школу по обучению, тестированию программного обеспечения. Поскольку меня самого занесло в эту профессию, то вот я начал такой курс, и вот оно до сих пор живет. Ну, мы, может быть, больше сейчас в онлайне стали там, хотя и кампус у нас есть в Кремниевой долине и так далее. Ну, есть канал, называется «Голос силиконовой долины». И еще я бы сказал, что вот блогеры, особенно такие, как бы, не то что одного плана, но так тяготеющие такие блогеры, они как сообщающиеся сосуды, а сообщающимися их делают наши зрители, которые говорят, а вот там есть такой человек, а там есть такой человек, а запишите разговор с этим человеком. И вот постоянно такая информация от зрителей приходит, вот мы на самом деле собирались уже некоторое время назад записать там разговор, но как-то все это так вот затеребенькалось, вот, а тут, значит, коронавирус. Я подумал, что вот, и тоже зрители подсказывают, что вот Яков, он там с места событий хорошо рассказывает и так далее. Ну, давайте, может быть, чего у вас там? Или, я бы даже так сказал, очень много противоречивого говорят. Вот одни говорят, да там вообще ничего нет, госпиталя пустые, никого нет, койки свободные, другие говорят там кошмар вообще, маску на 4 дня выдают там и так далее. И еще что там такое происходит? Я так понимаю, что вас интересует, как мы тут поживаем во время коронавируса. Ну, в первую очередь, конечно, да. Ну, и город Нью-Йорк и штат Нью-Йорк, это, как вы знаете, эпицентр. То есть, самое-самое большое количество пораженных, самое большое количество смертей у нас. Good news – это то, что мы достигли уже пика вроде бы. Я все время слышу за графиками. Заметно, да, заметно. Да, я смотрю на вот этот Bell Curve, постоянно данные, и я постоянно слушаю губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. На редкость он себя положительно ведет, и некоторые даже стали прочить его, чтобы он вместо Байдена баллотировался на пост кандидата. Есть такое, да. Он уже сказал, что его это не интересует. Скорее всего, он будет баллотироваться, наверное, через 4 года. Пока он говорит, что его это не интересует, но очень так солидно себя ведет спокойно, нормально. Мне есть чем сравнивать, особенно с нашим неудачным мэром города Нью-Йорка. Но, тем не менее, ситуация становится чуть лучше, хотя если просто взять абсолютные цифры сегодня, ну, там, скажем, сегодня умерло 753 человека. Это ужас, ужас. Уже прям молодцы. Ну, я вам говорю, все данные за сегодня. Ну, понимаете, все же в контексте. А вчера было больше ведь. Вчера на 20 человек больше умерло. Вот мы уже и рады. Я просто хочу сказать нашим зрителям, что сейчас в Нью-Йорке где-то полвторого дня. То есть еще день в разгаре. Ну, я смотрел часа два назад. Да, завтра будут немножко другие данные, но, вернее, наверное, надо сказать не так. Надо сказать, что завчера, я думаю, что это все-таки данные за вчера умерло 753. Но все-таки позавчера было больше, понимаете? И что я вижу, что я вижу происходило, если так откатиться немножко назад. Я вообще, я провел зиму во Флориде. И в середине марта я приехал сюда с семьей. Ну, семья у меня сейчас, там дети выросли, но жена и собака, скажем так. Мы приехали сюда, в Нью-Йорк, и здесь находимся все это время. И я смотрю, как изменилась динамика с того времени до сегодняшнего времени. Вначале руководство штата, ну, я понимаю, что они были, наверное, в панике, они не показывали вида. Но они просто брали и математически считали. То есть берешь, вот, скажем, количество заболеваний увеличивается с такой-то скоростью. Скажем, удваивается каждые три дня. Или в самом начале удваивалось каждые два дня. Соответственно, какое-то количество принимается в госпиталях. Сколько есть кроватей. Сколько есть обыкновенных кроватей в госпиталях, считается все буквально. И сколько есть кроватей, которые, как мы называем, там, с вентиляторами, ну, то есть эти устройства для продувки легких в реанимации. И вот они это считают, у них просто не получается. Стали моделировать. Я хочу уточнить. Вот эти заболевшие коронавирусом, инфицированные, они как-то содержатся как в инфекционном отделении, или они среди вот так всех остальных там? То есть им надо какие-то особые условия? Во-первых, что такое инфицированность. Скажем, если человек почувствовал симптомы, там, высокая температура, головная боль, болит тело, и, что очень важно, тяжело очень вдохнуть. Такое впечатление, что, ну, у меня, слава богу, этого не было, но что ты тонешь и хочешь выбраться на воду и схватить немножко воздуха, а у тебя не получается. Ну, там есть, уже рассказали нам, почему и как. Так, дальше, из мелких признаков потеря, обоняние, вкуса. Тут у нас говорят, понюхай пепельницу. Каждый день сходи, понюхай пепельницу, если чувствуешь, значит, все хорошо. Вот. Так вот, если у тебя, ты чувствуешь такие симптомы, тебе вообще говорят, сиди дома. То есть даже не ходи никуда. То есть, во-первых, не ходи в ER, emergency room, в скорую помощь, в госпиталь, потому что, потому что пока у тебя не взят тест с подтверждением на коронавирус, скорее всего, тебя отправят домой и скажут пить обычное лекарство. Тайленол, то есть пить надо тайленол и эту группу, и не надо пить ибупрофен, и мотрен, и ту группу. Они плохо с этим вирусом работают. Только тайленол. Сиди дома, пей воду с лимоном, ешь имбирь, вот такое говорят. А дай и наблюдай, наблюдай, наблюдай. Если уже начнет подниматься температура и держаться высокая несколько дней подряд, то тогда уже, может быть, не имеет смысл обращаться за тестом. Тестом не хватало вначале, ну, месяц назад. Сейчас уже, слава богу, тесты есть. То есть есть куда пойти, и результат можно получить довольно быстро. Они говорят 15 минут, реально это будет чуть дольше. Но можно узнать. Я только уточнить хочу, но все-таки, если, допустим, у меня какие-то признаки первичные, да, и я думаю, мало ли что, этого недостаточно, чтобы получить тест. Нет, нет, недостаточно. Надо, чтобы не просто мало ли что, а чтобы хорошо что было, чтобы у вас была история, чтобы в вашем резюме, не дай бог, было что показать, грубо говоря. Вот, тогда вы можете получить тест. В других штатах, в других штатах и тест получить очень тяжело, и сегодня. Скажем так, как у нас здесь сделали много шума, наше руководство и правительство штатов стало сильно помогать и направлять сюда, что правильно. Вот, то у нас и тесты появились, и начали скупать все вот это маски, халаты, перчатки. И плюс начали закупать везде, где только можно, вот эти вентиляторы. Ну, опять же, они дорогие, их мало. Но, короче говоря, сейчас все штаты, включая ваш штат, тоже все штаты рыщут, руководство рыщет по всему миру. Звинчивает цены, конкурирует с друг другом и покупает где только можно, чего там не хватает. А вот уточнение я хотел сделать. Я слышал пару раз из разных там мест, что не сам по себе аппарат проблема, хотя бы тоже вот его нет. Но, когда аппарат есть, то управлять им не может просто так врач. Это должны быть грамотные люди, потому что если человек неграмотный, он может этим аппаратом угробить человека. Это верно, и эта проблема будет в странах СНГ. То есть, даже если они достанут аппараты, есть ли у них люди, которые могут с ними работать. В штатах этой проблемы нет. То есть, в штатах есть люди, которые могут работать? Да, да, в штатах мне вам рассказывать, как готовят врачей, сколько лет и какие практики, ординатуры. То есть, здесь это все, с этим проблем нет. То есть, даже если они не специализируются, но они все равно могут? Они все равно проходят. У них эта тема проходит и практика обязательна. Вот, да. Больницы, больницы должны быть инфекционные. Ну, или не больницы, хотя бы отделение в больнице. То есть, в этих больницах палаты отдельные, просто запечатанные, родственников не пускают. Одна из вещей, которая, конечно, мне очень жаль людей, которые погибли из-за этого вируса, одна из самых неприятных вещей в этой смерти, она хоть не очень длинная, но, во-первых, дышать человек не может, а, во-вторых, не пускают близких. То есть, человек умирает в одиночестве. Понимаете? Все время есть репортажи, где медсестра там дает телефон, и там бабушка прощается с внуками, там вот просто, потому что так они не могут физически. Не могут, не пускают никого. Это ужасно, конечно же, да. Ну и что еще? Что еще? То есть, мы, конечно, здесь сидим по домам. Я выхожу из дома утром с собачкой пройтись, и раз в неделю примерно я выхожу там продуктов подкупить. Ближайший там Whole Foods, супермаркет, недалеко, кварталов 10, наверное, может быть, пройтись мне нужно. Вот. И вечером жена выходит с собачкой погулять. Вот все наши выходы в свет, грубо говоря. В нашем доме, мы живем в многоэтажном доме, и в нашем доме мы знаем, что есть в одной квартире люди заболевшие, потому что у нас консьержи и все такое, у нас имейлы отправляют. Нас предупредили, что знаете, что на таком-то этаже одна семья была тестирована позитивно, и вот они держат сами карантин, сидят, никуда не выходят. То есть отношение такое спокойное, то есть к этому у всех. Ну, а там есть лифт, соответственно, там есть кнопки надо нажимать, или там ручки какие-то. То есть какие-то есть места общего, так сказать, притрагивания. Ну, кнопки в лифте я нажимаю. Во-первых, у меня есть такие перчатки, ну, одноразовых много этих таких полиэтиленовых. Я когда выхожу, я одеваю их, я одеваю маску, я одеваю очки такие большие, прозрачные. Кнопки в лифте я нажимаю, куртка там или локтем. Ну, в нашем доме конкретно у нас есть эти Дорманы, поэтому они мне открывают двери и закрывают двери, поэтому такой проблемы у меня нет. Но они чистят хорошо, они приходят, сейчас же море посылок приходит, Амазон и всякое такое. То есть заказывают тоннами. Они это все тестируют, пшикают, вот этими алкогольными растворами. Работает система доставки, то есть вот можно пойти заказать, тебе принесут, вот я не имею в виду Амазон, но вот еду, скажем, купить там, вот просто продукты. Работа есть, но тот же Амазон, тот же Амазон, они же купили все холлфуды, всю сеть. И в частности, если вы хотите заказать из холлфуда что-то, там у них есть такая тема на Амазоне, Амазон фреш, по-моему, называется, мы не заказывали. Но я иногда пару раз заходил, смотрел, пытался, там тема такая, что вы должны выбрать окно доставки, там 2 часа. Тогда вы можете уже выбирать продукты, и тогда вам привезут. Но вот это окно доставки, они разбираются очень быстро. Я не знаю, как люди там заказывают, может быть там ночью когда-то или что. У нас то же самое. Да, ну, мне это особо не надо, я хожу сам. Вот сегодня я там был в холлфуде, продукты все есть, так что это все не проблема. Нет такого, чтобы как бы там власти города или штата устанавливали какие-то, я не знаю, там штрафы, там если ты как-то неправильно там это делаешь. Ну, допустим, вот вышло, причины у тебя нет, то что ты вот ходишь, вот такого нет? Нет, такого нет. Во-первых, люди в основном сознательные, это первое. Есть назначенные штрафы, я читал, но я нигде не видел, чтобы кто-то кого-то оштрафовал. Я знаю, что мэр города неделю-две назад установил штраф от 250 до 500 рублей, но не за то, что ты один куда-то идешь, один иди, куда ты хочешь. Но если стоит группа людей, общается, а собираться нельзя группой, полицейский может подойти и сказать разойтись. Если люди откажутся, вот тогда он начнет выписывать штрафы за то, что много в кучке. Ну, не за то, что ты гуляешь там. Сам гуляй, у нас там люди бегают там по утрам, ходят куда угодно, по отдельности. А пляжи закрыты в Нью-Йорке? Ну, во-первых, холодно. Я не знаю, здесь, но в Майами, я знаю, закрыты, да, у меня там приятели остались, закрыты. У нас тоже позакрывали сейчас, потому что народ не понимал. То есть, молодняк, студенты, там, каникулы, еще что-то, они, ну, ну, как это? И вот они как только курортные городки, вот по побережью, да, там пополно народу. Мы даже перестали туда ездить, потому что страшно там. А вы конкретно в каком городке живете? Мы живем в Саневэл, но у нас есть дача в Санта-Крус, это на побережье, 40 минут ездили, там, 45. Ну, как далеко вы от Сан-Франциско? Ну, если без трафика, минут 45. На юг, да? На север, мы южнее. Ну, то, что называется Кремниевая долина, и вот это вот Саневэл, Маунтинг-Ю, Пало-Алтос, там, Стэнфорд, вот эта вот часть, там, немножко на юг, ближе к Сан-Хосе. Ну, одним словом, люди, люди относятся, как мне кажется, ответственно. В 7 вечера у нас каждый день, первый день я не знал, вдруг я слышу, жена мне говорит, слушай, какой-то шум на улице. Мы открыли дверь и смотрим, люди стучат, какие-то звуки издают там металлом по металлу, кто-то аплодирует, кто-то свистит, кричит. Потом мы узнали, что это, оказывается, приветствует работников здравоохранения, которые вот на передовой, грубо говоря. И теперь мы каждый день, 7 часов, мы выходим в окно, ну, выглядываем в окно и начинаем аплодировать, кто что может, кто-то с флагом, кто-то без флага, ну, в общем, они, конечно, работают. Ритуал такой. Ну, отдать им дань уважения, конечно же. Вот, на сегодня, на сегодня, возвращаясь к первым вопросам, которые вы мне задавали, вроде бы мы обеспечены всем, что надо на ближайшее время. И первый перепуг, и в частности, были созданы модели, математические модели, разные места, там, допустим, Columbia University сделал свою модель. То есть, как кривая пойдет, сколько ожидать смертей и так далее. Скажем, Foundation Билла Гейтса сделала свою модель. Я пользовался моделью, которую делал на Вашингтонском университете, смотрел на нее постоянно. Так вот, остальные модели, вот эти первые, которые я назвал, там, McKinsey еще была одна модель, по их моделям изначально было, что вообще будут миллионы смертей, если ничего не предпринимать. И вот наше руководство штата Нью-Йорка говорят, что эти модели оказались неправильными, мы, типа, их не можем особо винить, потому что мы себя хорошо вели. Потому что вот это social distancing был введен, потому что люди сидели, не ходили на работу и так далее. То есть, на сегодня говорят, что в Штатах не больше 60 тысяч может умереть в этом году от этой болезни. Ну, что уже, как бы, цифра большая, но это лучше, чем раньше говорили 240 тысяч или эти модели. Что за история с этим военным кораблем, который из Бостона подогнали в Нью-Йорк, там тысяча коек, а потом говорят, зачем его гонялись, и там всего 60 человек, там, или 20 человек, там, пациентов, и вообще, что происходит? Что с кораблем? Ну, с кораблем такая история. Во-первых, у нас не только корабль, но у нас еще есть огромный экспоцентр, Джавитс-центр. Конечно, да. Вот там, в западе Манхэттена, и между Манхэттеном и Нью-Йоркзей, штатом, есть река Гудзон. И вот где-то в 30-х улицах, 34-е, 38-е, там этот огромный центр, и там же недалеко корабль. Значит, в Джавитс-центре построили госпитали на 2500 коек. Пришел корабль, полностью готовый, это военный корабль полностью, он всегда, там всегда были эти палаты, какие-то палаты обычные, какие-то палаты реанимации, какие-то хирургические, полностью укомплектован военными врачами, медсестрами, санитарами, всем. И когда их сюда пригнали, то руководство решило так, что корабль будет для того, для больных, которые не инфицированы коронавирусом. То есть, скажем, убрать больных, которые пошли бы в обычные госпитали, и направлять их на корабль, чтобы они могли заниматься именно инфицированными больными. И что получилось? Народ сидит по домам, а еще людям объявили, если у вас есть какие-то операции или важные там визиты к врачу, которые могут подождать, называется elective surgery, то не ходите, переносите их на позже, если вам не срочно, если вы не умираете. Люди это сделали. Дальше. На работу никто не ходит, никто не ездит, трафика нет. Нет трафика, нет происшествий этих дорожных. Люди не ломают все руки, головы и так далее, и не попадают в госпиталя. Отменили лекции, отменили это. Дальше. Народ перестал стрелять. Не было в обычных районах, перестали стрелять друг в друга. То есть, нет ножевых, пулевых и так далее. И в госпиталях, короче говоря, нечего делать. Ну, если не коронавирус, делать нечего. И этот корабль, который стоял, они говорят, давайте нам, кто у вас не больной. У нас никого таких нет, которые в обычное время были бы. И там было сначала 20 человек на корабль, больных было, потом 60-80 сейчас. Но сейчас сказали, ребята, у нас таких нет мест, поэтому они говорят, мы сначала хотели использовать этот корабль для оверфлос, очевидно. Знаете, как на конференции не поместились все желающие в эту аудиторию. Можно сидеть в соседней и смотреть по телевизору, а спикер выступает рядом. И здесь. Оверфлос, они сказали. Но так как это не понадобилось, то теперь они взяли, его переоборудовали из того, чтобы там было тысяча мест на 500 мест, но коронавирусно. То есть, там сейчас уже есть посетители, скажем так, но их немного. И это шикарно. То есть, кто-то пытается нарисовать это как большая проблема. Это не проблема, это прекрасно. Это прекрасно, что у нас уже, мы оверкапаситы. То есть, у нас больше возможностей есть принять больных, чем надо. Хорошо. Ну, это плюс, а не минус. А вот с точки зрения разговоров, вот их много. И я, честно говоря, как-то противоречиво очень, смотрю, там поступают из разных мест. И говорят, что вообще как бы и проблемой какой-то нет, что все это выдумано. Это вот там типа фейк-ньюс, там Байден, там вот и все. А на самом деле ничего нет. Показывают какие-то блогеры, показывают какие-то пустыри там сзади каких-то госпиталей. Там никого нет, госпитали пусто. Ни того ни сего. Вот такая уйдет есть тема, что все это выдумки и ничего такого нет. Это неправда. Это неправда. Значит, в 20 кварталах от меня, если брать на юг, например, есть госпиталь Белвью. Там поставили какое-то количество вот этих, знаете, эти траки большие, длинные, как рефрижераторы. Это морги. Это морги, которых им не хватает. Люди, у которых похоронное агентство, я знаю таких людей, они переполнены, не хватает. Дальше, люди, когда умирают, их не дают помыть. Их в мешках прямо хоронят в какие-то простые гробы. Дальше, у нас есть один остров, тут Харт Айлен называется. Есть люди, которых никто не затребовал, умерли и не затребовал никто. Это могут быть либо бездомные, это может быть человек, который жил один в квартире. Его забрали из квартиры, и он умер от коронавируса. Две недели его держат труп, никто его не запросил. Там такая сейчас, на сегодня существует такая, как массовая могила. То есть не люди в гробах, но есть. У меня знакомые есть люди, которые, скажем, она медсестра, которая работает с больными. То, что это правда, это тысячу процентов правда. А то, что пишут блогеры, это пусть будет у них на совести, понимаете? Ну да. Мне кажется, люди себя очень успокаивают, и хотят оправдать то, что они ничего делать не будут. А это, наверное, все придумали. Но, к сожалению, это не так. Ну да. Дело в том, что так получилось, хотя это не то, чтобы удивительно, но, в основном, по факту. Получилась такая история, что как только возникла вот эта тема с коронавирусом, Китай, инфекция, может быть. И вот сейчас публикуются вот эти переписки между официальными лицами по здравоохранению. То есть в течение полутора месяцев как бы жестко это отрицалось, и как-то не то, что отрицалось, но придавливалось так, в силу того, что политическую окраску приобретало. То есть это было очень все политизировано. И вот эта вот политизированность, она не позволила сфокусироваться на проблеме как таковой. А вот больше как бы на ее отрицание, а время идет, и вот это время очень ценно. И я не за то, чтобы власти панику создавали, да, с одной стороны. То есть я понимаю желание это делать, так сказать. С другой стороны, у них был там лишний месяц, я уже не говорю про полтора, но у них точно был месячишка, чтобы уже и масками запастись, и халатиками, и очками, и всеми этими делами, средствами индивидуальной защиты. То есть если бы на месяц раньше все это произошло, то и экономический ущерб, то, чего больше всего, собственно, опасались, да, экономический ущерб был бы намного меньше. То есть если бы она не такой вот волной пошла бы, а вот такой волной пошла бы. Поэтому я бы... Но я бы тогда откатился еще дальше. Еще скандал будет серьезный с Китаем. Первое. Они не сообщали долгое время. Это правда. О том, что у них было реально. Второе. Они обманули количество смертей и зараженных. Они давали неправильные данные. Это на порядке выше, чем нам сказали. Нам сказали 3000 погибших. Это неправда. Уже я записал отдельное видео на эту тему, показывал по косвенным данным. Люди пишут, не люди, а статьи выходят, почему это так. Трамп уже это признавал. Сенатор Линдзи Грэм это уже сказал. Но самая, еще одна новая проблема, которая назревает, это проблема с этим ВОЗ. Как это по-русски? Международная организация здравоохранения. ВОЗ. 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 ВОЗ, да. ВОЗ. 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 А надо сказать, что как раз вот начальство калифорнийское оказалось на высоте. Причем трудно даже было ожидать от них. То есть, в общем-то, такие ребята, которые все время какие-то вещи делают. Ну, может быть, нью-йоркцев этим не удивить, там тоже либеральное начальство, но они все время какие-то вещи делают, которые многим людям не нравятся. Но в данном случае они отреагировали мгновенно, очень жестко. И Калифорния, если там взять американских 50 штатов и посмотреть на, скажем, тысячу или на 100 тысяч населения, заболеваемость, смертность и так далее, то Калифорния где-нибудь на 30-м месте. То есть, из таких больших серьезных штатов и населенных там и так далее, вот меньше только в Техасе. Но там и население меньше, и территория такая большая, там люди разделенные. Я не знаю, какие меры принимались конкретно в Техасе, но вот представьте себе, это Сан-Франциско, город-миллионник практически, там где-то 600 человек инфицированных. Кремниевая долина, ну, там она достаточно большая, но вот как бы главная ее часть, вот это Санта-Клара-Каунти, миллионный город Сан-Хосе, и плюс еще вокруг 2 миллиона населения, там что-то тысячу, там, не знаю, 400 человек инфицированных. Я вот разговариваю с людьми, которые в госпиталях работают, они говорят, ты знаешь, мы стоим, мы готовы в любой момент принять там столько-то, столько-то, пока пустые. То есть, нет вот этого потока. Вот вы видели даже вот этот самый наш Ньюсон, губернатор, он там даже 500 вентиляторов там раздал по другим штатам, ну, как бы взаимообразно, потому что ожидается, что пик будет в мае. Я смотрю на модель, как раз на вас смотрю, на одну модель, у вас как раз такие по этой модели пик сегодня и пойдет на спад. Губернатор говорит, что в мае, поэтому я на него ссылаюсь, как бы, вот, то есть, когда ему говорят, что-то вентиляторы отдаешь, он говорит, ну, у нас пик, мы ожидаем в мае, поэтому пока кому-то больше нужно, пусть у них будет, он говорит, мы в порядке, у нас запасы есть и так далее. Поэтому я хочу сказать, что вы, конечно, не можете сравнить Калифорнию и Нью-Йорк по плотности населения. Такого, как Нью-Йорк, нет нигде и близко, и из-за этого, конечно, у нас такие цифры и факты. Все-таки у вас там все по отдельности. Даже Лос-Анджелес, который, можно сказать, приближается к Нью-Йорку, все равно несопоставимо. А Лос-Анджелес как большая деревня, он просто размазанный и все. Но это же не то, что такие небоскребы-небоскребы, а и маленькие такие. Слушайте, а вот версия о том, что в Нью-Йорк вирус пришел из Европы, а не из Китая. Потому что к нам он явно из Китая, тут очень большие связи, самолеты десятками там каждый день летали. И это понятный, там круизный лайнер высаживали, карантинели, вот как сейчас во Флориде, например, та же ситуация. Но я где-то слышал или читал, что в Нью-Йорк, есть такая версия, что в Нью-Йорк вирус пришел из Китая, из Европы, когда закрыли границу, перелеты закрыли с Китаем, надо было одновременно и с Европой закрывать. Потому что вот те две недели, которые прошли между закрытием Китая и закрытием Европы, они как бы очень сильно подействовали на Нью-Йорк. У нас такое тоже говорят, но не только незакрытие, вернее, у нас-то закрыли рейсы с Европой, но попозже. Но есть еще такая вещь, я не знаю, вы такое слышали или нет, почему в Италии, конкретно эта область Ломбарди, почему там такая огромная вспышка? Почему? Дело в общем, во-первых, там Милан, а Милан это fashion industry, то есть там всякие дизайнеры, магазины, модные сейлы и так далее. В какой-то момент времени они, естественно, стали нанимать работников в Китае, чтобы шили, чтобы шили кожу и так далее. Люди стали возмущаться и говорить, как так, мы покупаем одежду, где написано, сделано в Италии, а вы ее делаете в Китае. Стали выражать недовольство, платим много денег. И тогда, что сделали они, итальянцы, они завезли 100 тысяч китайцев туда. То есть там сейчас есть море, фабрик, прямо возле Милана, где работают китайцы. Ну и, соответственно, ездят туда-сюда. И, кроме того, вторая причина, там у них есть какое-то географическое такое размещение неблагоприятное, что там плохой воздух, не очень чистый. Поэтому люди, те же самые китайцы, может быть, которые прилетали из Европы и конкретно из тех мест, может быть, они тоже завезли. Но сегодня это правда, сегодня вы не можете скрыться в каком-то отдельном взятом месте. Количество людей, которые прилетают в Штаты, и они, подавляющее большинство, наверное, заезжают к нам через Нью-Йорк. Понимаете? Ну, в основном, конечно, большой город. Слушайте, а вы слышали эту историю про самолет, который после долгого перерыва прилетел, по-моему, из Москвы в Шанхай, как-то вот так вот из России в Китай. И там китайцы в основном летели, возвращались, видимо, там они застряли, и возвращались, и там полборта инфицированных. Я читал где-то в очень серьезном издании, то ли это был, то ли Bloomberg, то ли CNN, такого уровня. И вот они там анализируют и говорят, что, они из этого сделали вывод такой, что, наверное, в России они как-то то ли скрывают, то ли недостаточно тестируют, но, во всяком случае, чтобы целый, там 51 человек был на борту, 51 человек инфицированных, вот они их там оприходовали в Китае и протестировали. Поэтому. Я не знаю, я смотрю на цифры по тестированию, в России какие-то непонятные огромные цифры по тестированию. С другой стороны пишут, что тесты ненадежные, там они могут давать неправильные результаты, поэтому мне трудно говорить на этом. Вот если мы, например, взяли бы и протестировали всех желающих, или даже не всех желающих, а просто вот так, в обязательном порядке. Вот как, когда в Москве в 60-м году там ОСПУ, да, из Индии, по-моему, да, там завезли, и в течение недели всю Москву прибили, там 7 миллионов человек прибили на ОСПУ, и там серьезная операция была, КГБ работало там и так далее. Вот если бы мы таким вот тоталитарным образом взяли бы всех там наших 325 миллионов и протестировали, мы бы сильно ушли так? Конечно, мы бы ушли, но это невозможно. Во-первых, это совершенно новый вирус. И нужны были эти вот аппараты и химикаты, которые проверяли бы именно на этот вирус. Мы были совершенно не готовы. И это главная причина, по которой это не сделано было. Кроме того, первые тесты, которые были, они были только в центральных нескольких лабораториях в Штатах, и время на получение результата было чуть ли не недели. Да, доходило до недели. Потом уже стали брать вот эти в нос, тебе вот этой палочкой с ваткой вставали, как drive-thru, как в Макдональдсе, не выходя из машины, и брали это. Потом сделали, наконец, машинку, которая за 15 минут делает тест. И то они не везде есть. Теперь говорят, что вроде бы новая машина уже вот-вот на выходе, которая сразу будет давать результат. Потому что у нас же уже начались такие мысли и планы, как вернуть людей в мае месяце обратно. Но нельзя же просто взять, доктор Фауч и говорит, что это не то, что взял, включил свет и все, и все пошли. Это будет последовательно и постепенно. И уже есть некие машины, я сегодня слышал, что будут просто на предприятиях ставить. Вот вы идете туда, тут же тест, тут же результат. Больной, не больной. То есть это все, вся вещь в том, и главная цель и причина того, что просят сидеть дома, чтобы уменьшить одномоментную вспышку, чтобы дать возможность ученым, докторам, скажем, администраторам либо разработать новое лекарство, либо тестовые машины, либо докупить вот этих вентиляторов, либо еще чего-нибудь. То есть поэтому это нужно делать. И вакцина, вот Билл Гейтс огромные деньги вкладывает в вакцину. То есть будем надеяться, что вакцина будет разработана, и тогда все будет хорошо. Дело в том, что там же долго их испытывают, вакцину, для того, чтобы ее утвердили. Если она сегодня есть, может, она раньше февраля не появится, или января следующего года. Просто это длительный очень процесс. Ну, альтернативное лечение – это люди, которые уже переболели, чтобы они сдавали кровь, из крови делают плазму, и в этой плазме есть антитела, делается укол больному человеку, и они выздоравливают. То есть работают, да? Есть такое? Да, но сейчас массовые призывы. Если вы уже переболели этим, сдайте тест. Может быть, у вас их мало, этих антител, и у вас не возьмут кровь, даже если вы хотите. Но если у вас достаточно, то возьмут. А вот, как у меня эта мысль была, насчет повторного заражения. То есть все-таки иммунитет вырабатывается, да, или вырабатывается, нет. Потому что были разговоры, что были люди, которые повторно заражались, потом говорили, что это, видимо, проблема связана с тем, что им изначально диагноз неправильный поставили, поэтому казалось, что повторно, а на самом деле было неповторно. Вот что-то есть на эту тему? Нет, ну вы меня так спрашиваете, как будто бы я главный вирусолог. Ну вы там на месте, там вам виднее. Да, у нас тут, да. Я не могу сказать, я не думаю, что кто-то может это сказать сегодня, даже люди с образованием правильно. Никто не знает. То есть все, конечно, Трамп хотел бы открыть страну сегодня же. Если вы ему разрешили. Но он уже не раз говорил, и губернаторы говорят, мы не будем выбирать между здоровьем и экономикой. То есть здоровье важнее всего. И одна из вещей, которые у них все время, которые они думают, что будет осенью, не окажется ли, что будет повторная вспышка. Никто не знает. Понимаете? С выборами непонятно что. То есть с одной стороны говорят, что можно проголосовать по почте или еще что-то, но что я понимаю, что у нас есть демография людей, которые ходят на выборы. Вот мы знаем, какие группы населения ходят, какие не ходят, какие с образованием, какие без образования. Допустим, мы знаем, что если нужно прийти с документом, то придет меньше вот этих, хотя в принципе у них мог бы быть документ. Ну просто они не пользуются, у них вот нет, хотя они вполне граждане и все дела, но вот у них просто нет документа, они потеряли, никогда не имели. То есть вот очень много всякого известно, как повлиять на демографию выборов и тем самым на результат. Я не знаю, например, если мы начнем голосовать по почте, какую категорию избирателей мы потеряем. Ну то есть можно предположить там, допустим, да. Точно так же, как если бы мы голосовали там в онлайне, то есть понятно тоже, что мы какую-то категорию потеряем. И как эта демография скажется на результаты выборов, учитывая, что в общем-то у нас довольно близко они там идут, противоборствующие стороны. Вообще потрясающая ситуация складывается. Я не знаю, я думаю, что Трамп будет переизбран. Если Байден останется кандидатом, то Трампа переизберут, мне кажется. У него рейтинг поднимается. То есть в целом он этот кризис, он кризис-менеджер, как показал себя достаточно хорошим. У него есть свои, конечно, фишки, свои твиты в голове и так далее. Но в целом люди считают, что он справляется лучше, чем мог. Конечно, ему потом начнут шить дело, что вот он позже, позже это все сделает. Хотя он 30 января уже закрыл полет из Китая. На него уже тогда налетели все и кричали, ты расист, ксенофобик, как ты можешь такое делать? Что он сделал правильно, понимаете? Ну, посмотрим, посмотрим. Я не знаю, я считаю, что выборы пройдут в обычном режиме. Кто победит, я думаю, Трамп и кто? Трудно сказать. Так много еще времени и так много всего. Еще какие-то там сливы компроматов должны начаться. Это вот как бы очень интересно, что дальше будет. Непредсказуемо, вот абсолютно непредсказуемо. Я не знаю, кто будет. Да, но никогда еще не было, чтобы кандидатом был явно больной человек, как Байден. Он явно болен. Он выступает, видно по нему, что... Я понимаю, что его там каким-то образом, может его там таблеточки, укольчики какие-то делают, но я не вижу его как президент. Все-таки больной человек, это как бы медицина устанавливает с виду. Я не знаю, я думаю, что Трамп нездоровый человек абсолютно, психически. Это видно как бы в очень многих проявлениях. В частности, как он с журналистами разговаривает, понимаете, да? То есть, казалось бы, вот, ему задают вопрос. Вот я, как человек, который выступает все время на публике, если бы мне такой вопрос дали, я бы ему шоколадку подарил. Потому что можно развернуться, вот, знаешь, как Рабай, да? Ему говорят там... Он никогда не говорит, какой идиотский вопрос. Правда? Он говорит, какой хороший вопрос, можно же поговорить. И он вдруг срывается на этих... Он постоянно срывается на журналистов. У него с психикой проблемы. Ключевое слово «вдруг» — это не «вдруг». Когда три года президента травит пресса. Три года. Ну, он уже начал срываться, конечно, да. Ладно. Я так считаю. Значит, это такая должность, на которой должен соответствовать. Значит, если ты президент и там... Ну, соответствует, что? Пользуйся. Тебя накидывают, дают хорошего... Хороший вопрос дают. И ты не в состоянии... Это не уровень. Слон не лает на мозгу. Мозька лает на слона. Слон не отвечает мозьке. Это уровень. Я считаю, что если бы ему запретили пользоваться твиттером, было бы намного лучше. Потому что, по сути, он работает нормально. А вот внешность и какие-то его выступления — это минус, да. Ну, если брать с точки зрения программирования, то я считаю, что президент — это функция. Понимаете? Вы же не будете говорить, что функция плохая, которая что-то там считает, если ее назвать какими-то нехорошими буквами. Она все равно будет делать то, что она должна делать. А здесь люди все равно видят этого человека и к нему претензии как к человеку, как к персоне, а не к функции. Понимаете? Как к функции он работает, мне кажется, хорошо. Я думаю, там гораздо больше, чем только к персоне. Безусловно, гораздо больше. Потому что я думаю, что основная претензия, вот скажем, с моей стороны, да, состоит в том, что ты президент всей страны. Тебя избрали вот эти люди, да, но ты заступил на должность, и ты президент всей страны. Если ты себя идентифицируешь как президент вот этой группы, и ты перед ней отчитываешься, а перед всей остальной страной нет, это не годится так. Ты пришел, вся страна, все твои. Вот у тебя не должно быть там любимых детей и нелюбимых. Все твои. И ты за всех отвечаешь. Понимаете? Поэтому, то есть ты не находишься три года в состоянии предвыборной кампании. А это то, что с нами сейчас происходит. Мы три года в состоянии предвыборной кампании. Каждый день. Все-таки есть время между выбранными кампаниями, когда мы просто управляем государством. Без вот этого всего. Поэтому. Ну, я здесь не согласен. Тогда, если приводить такую аналогию про детей, можно сказать, что представьте себе женщину с двумя детьми, разведенной. И вот приходит новый муж, мужчина в семью. И он готов любить и мальчика, и девочку, которая уже там есть. Ну, девочка насмерть стоит и говорит, что пошел вон отсюда, я тебя знать не хочу. Три года. Ну, это не так, конечно. Это абсолютно не так. Окей. Спорить не будем. У нас разные мнения. Да, это... Политика – это компромисс. Понимаете? Это компромисс. Это человек, который умеет делать компромисс. Он не умеет. У него, он говорит, либо так, как я, либо пошли вон все. Это не компромисс. Из-за чего провалили там, допустим, вот часть реформ, когда обе палаты конгресса были республиканскими, и президент-республиканец, и они, тем не менее, они провалили иммиграционную реформу, они провалили реформу здравоохранения, которую могли бы сделать. Они провалили это все. И это было в условиях, когда он гнобил, унижал, мазал грязью и публично обгаживал республиканских сенаторов. Республиканских. Я с интересом смотрел, проголосуют ли они за реформу налоговую, потому что там были люди, которые голосовали за, при том, что просто партийная дисциплина или, может быть, убеждения какие-то и так далее. Тот же Маккейн, например, да, которого мочили и гнобили, и он проголосовал за эту реформу, она висела вот так. Как же так? Или ты объединяешь, или ты разделяешь, но у него все строится на разделении, он абсолютно противопоставляет разные группы, он очень способствует этому. Это не та функция. Это неправильная функция. Он должен объединять людей, а не оскорблять, клинья вбивать и так далее. Я так понимаю. Он мог гораздо лучше сделать, чем бы он сделал. Наверняка. Ну, посмотрим, посмотрим, что произойдет. С точки зрения бизнеса, скажем, наш бизнес, он никак не зависит от того, кто президент Соединенных Штатов. Я не знаю, как ваш бизнес, зависит ли он сильно от этого. Мой личный? Да. Нет, безусловно. Я больше скажу, бизнес-айтишный в целом, он даже не сильно зависит от состояния экономики обычно. То есть вот те три рецессии, которые я пережил здесь, вот там, начало 90-х, потом интернет-бумбомбалился, потом финансовые рынки. Айти практически не пострадал. То есть локально, локально, в Кремниевой долине, да, пострадало, когда обводился интернет-бум. Но все, кто хотел отсюда куда-то поехать, по стране работы было полно. Просто у нас локально были трудные времена. Смотря какой работа. Я тогда был, я с 92-го года в Америке, но это был 2001-й, какой был этот, когда дот-комы были. Я был независимым консультантом здесь, в Нью-Йорке, в Нью-Джерси. И я не мог найти работу уже независимую. Мне пришлось пойти работать в банке, там, на фулл-тайм, на полтора года, пока рынок не вернулся. Поэтому я думаю, что, похоже, ситуация будет сейчас, если не хуже. То есть в этом году будет заморозка многих проектов. Консультанты жаловались. У меня вот есть приятель, который говорил, я раньше получал 100 долларов в час, он в Чикаго жил, получал до обвала интернет-бума 100 долларов в час, а сейчас я получаю 100 тысяч в год. То есть это правда. Но поскольку я, например, руковожу учебным заведением, и мы выпускаем новичков на рынок, то для меня рынок, он как бы характеризуется тем, есть ли там место для новичка. То есть, может быть, ему платят не 100 долларов в час, а только 100 тысяч в год, но, во всяком случае, вот новичок выходит, и ему есть работа. Может быть, она не так много платит. Вот здесь мне, кстати, интересно будет ваше мнение, так как у вас школа, если я правильно понимаю, она занимается quality assurance, QA в основном, да? Да. И мой весь опыт работы на разных проектах, в разных компаниях, с разными клиентами, говорит о том, что если вдруг начинаются какие-то проблемы с финансированием, первый, кто страдает, это QA. Так ли это? Я бы сказал, что в какой-то степени, но не сильно, потому что обычно, когда проблемы с финансированием, закрывается проект, и с проекта они все уходят. Ну, в смысле, кто там был на этом проекте, всех сократили. Другое дело, что если он там какой-нибудь крутой программист, может быть, ему там внутри компании есть какой-то другой проект, где его там с удовольствием просто возьмут, не сокращая, но обычно сокращают проекты. И так, чтобы QA... Вы знаете, что я вам скажу? Вот был, например, сложный период у нас тут, когда интернет-бук посыпался, да? И вроде бы там увольняли QA, там и не QA, там были проблемы, но, например, вот люди, которые делают там whitebox тестирование, да, вот, так им еще в то время, или там, скажем, делали рабочую визу, если ты можешь, да, у тебя есть опыт там whitebox, делали визу. Хотя, казалось бы, можно взять программиста, и он бы делал. Что там? Не хотят. То есть, они говорят, ну, потому что он не очень доволен, он как бы, кроме того, у него другой тип, склад мышления, и так далее, не хотят человека, который недоволен. Вот, на моих глазах делали рабочие визы в 2002-2003, людям, которые там 3-4 года там whitebox тестирования, то есть, если он квалифицированный, я бы за него не беспокоился. Конечно, новички, именно новички, это первые люди, которые группа риска. Потому что, если он хотя бы там пару-тройку лет не поработал, и нужно выбирать кого. Ну, да, ну что. С другой стороны, на нем не сэкономишь сильно. У меня, дело в том, что я в 90-е годы занимался похожим бизнесом, ну, не в таком масштабе, как у вас, и это был не QA, но я очень много преподавал. Я делал программистов из кого угодно, из водителей, из музыканта, неважно. Нам надо отдельно собраться на эту тему, поговорить. Да, можно поговорить, да. И, кстати, хочу вам сделать комплимент, хоть это не на эту тему. Я посмотрел некие материалы, которые я вижу о вас, о школе, какие-то видео. Я знаю, о чем речь, потому что я был этом сам. И мне кажется, что вы делаете все правильно, и у вас это все работает нормально. И это я хочу сказать тем, кто, может быть, с недоверием относится к тому, что вы делаете. Я никогда не пользовался вашими услугами, но похоже, что вы делаете все правильно и умно. Ну, если 25 лет мы там никуда не делись. Да, так вот, что я хотел сказать, что в 90-е я много-много очень приготовил людей. Я делал там, знал, как правильно резюме, как правильно подготовить интервью. Люди получали по три оффера. Еще был тогда year 2000. Да, конечно, помню, да. Да, разгребали. Потом вдруг пошел аутсорсинг. И что получилось, что индусы, они выбили вот эту необходимость начинающих, программистах, по крайней мере. И стало хуже. Потом я уже перестал этим заниматься, сейчас я этим не занимаюсь. Но как у вас? Или лучше отложить это на отдельный разговор? Я бы сказал так. Я вот не знаю, есть ли у вас такое же восприятие. Но я считаю, что вот эта область рекрутинг раз, аутсорсинг два, все вот эти оффшоры три, это очень коррумпированная область. То есть там в значительной степени распределение проектов вот туда или сюда зависит от того, где откатили там и так далее. Мы имеем дело с другим пластом, с другой культурой, понимаете, где все решается вот на этом вот. И если, скажем, вот я пришел, когда начал работать в 92-м году, я начал войти работать в Кремниевой долине, тут не было много русских. Но у нас было больше, чем индус в то время. Потом с середины 90-х вот этот процесс пошел с рабочими визами, он шел, шел, шел. Потом, если вы помните, в 98-й, 9-й, 2000-й, когда было 200 тысяч квотов было на рабочие визы. То есть просто уже стало, ну то есть нас всех вместе, всех вместе меньше, чем вот там из Индии на Ру. И потом пошел такой процесс, через некоторое время, естественным образом, он пошел уже с самого высокого уровня менеджмента. Ну не только высок, ну вообще как бы снизу доверху, до самого верху. Вот это стало таким, как бы, да, привозным. И там определенные отношения развелись. У меня был один американец, его жена у меня училась, армянка. И он говорит, ты знаешь, у меня в Гугле есть там связи на самом высоком уровне, я там пойду сейчас вот, там договорюсь, у вас будут практикантов брать напрямую в Гугл. Я говорю, ну давай, там, он их на практику всех посылает, студенты. И он, значит, приходит, так репу чешет, и говорит, ты знаешь, что-то, говорит, странный такой разговор вышел. Я говорю, а что? Он говорит, тот человек из Гугла, ему говорит, что ты понимаешь, менеджеры, им рекрутеры взятки дают. И им гораздо проще взять этого человека через рекрутера и что-то с этого иметь, чем взять напрямую из школы и ничего не иметь. Да, интересно. И это ему сказали где-то там сверху. То есть, я к чему рассказываю, что у нас много девочек из Индии учатся. Обычно так, может, программист, там девчонки к нам идут, у нас очень много. И я когда с ними разговариваю о том, что происходит в Индии, как там один человек за 25 других интервью проходит в онлайне, где-нибудь в скайпе. Как они там берут людей без всякой подготовки, сажают их в эти бригады, берут с них половину зарплаты и так по ходу дела их учат и так далее. То есть, наверное, сейчас получше стало, уже сформировалась большая группа людей уже реально с опытом. Но, в принципе, как это все строилось, вот это вот, поэтому... Давай, я предлагаю, тема довольно интересная, я тоже как бы ориентируюсь в этом рынке. И давайте мы сделаем, может быть, я типа буду играть роль интервьюера, поспрашиваю вас о том, что вы делаете в этом направлении. Ну и 5 капель, кто-то так. Ладно, ладно, давайте. Потому что на разных нишах, в разных географических местах очень отличается. Я вот могу сказать, приехала девочка из Атланты, штат Джорджия, она приехала из Индии, девчонка. Такая лет 27-28, там мужа перевели. Они получили грин-карту, она уже 5 лет в США. И я смотрю, она такая американизированная, ну то есть с нашими вот местами, которые в Саире там ходят и все. Ну то есть вообще никак не сравнить, то есть с женой как другой народ. И я ей говорю, слушай, а вот ты сюда попала вот как-то больше у нас тут, как в Индии. А она говорит, прям... То есть они когда попадают еще куда-то, они очень быстро американизируются, язык знают, в общем-то, и все так как-то они вливаются. И там нет такого переполнения, как бы ячейки, да, то есть там, когда тебя немного, ты вкраплением, ты принимаешь культуру среды. А когда тебя много, то получается, что и не надо ничего. Вот ты как бы Индию сюда привез, и вот в Индии тут и живешь. И вот это то, что у нас тут происходит. Ну ладно. Ну хорошо, давайте поговорим. То есть начало положено, Михаил. Да, все. Я тоже побольше от разговора. Хорошо. Вот. И я тогда, я выложу это у себя на канале, если вы хотите, чтобы я какую-то ссылочку туда на ваш шайт. Давайте поменяемся ссылочками, да. Да, а я вам на свои каналы тоже ссылочки отправлю. Хорошо. Спасибо большое. Ладно, счастливо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok